Добрый день, дорогие зрители! Сегодня воскресенье, и мы в Булонском лесу. Это одна из любимых частей моя, моя любимая часть в Булонском лесу. Здесь маленькая часовенка на острове, и осенью такие краски. Сегодня, к сожалению, пасмурно, но всё равно как красиво. Как красиво! Без комментариев даже. Добрый день, дорогие зрители! Все когда-то ломанулись, кто-то там что-то пообещал, и все птицы решили туда последовать. Я тут добавила в понравившееся видео астролога, канал астролога Велины Соболевой. Мне показалось, что она довольно-таки интересно излагает интерпретацию всяких астрологических вещей. Хотя я, в принципе, этим не увлекаюсь, но послушать умного человека всегда полезно и приятно. Так вот, на этой неделе какая-то ситуация не очень хорошая. Там какие-то планеты, Юпитер с кем-то конфликтует. В общем, не очень хорошая ситуация. Так вот, нужно на этой неделе быть осторожнее, быть предупрежденным. В пятницу следующую грядет лунное затмение. И вот особо опасные дни со среды. Среда, четверг, пятница. Поэтому, друзья, давайте будем предупреждены и вооружены. И будем следить за своим языком, за своей речью, за своими поступками. И больше наслаждаться жизнью, природой, по возможности. И не поддаваться ни на какие провокации. Попытаться пережить этот период тяжелый с минимальными потерями. Быть осторожными на дорогах. Не участвовать ни в каких забастовках, конфликтах и прочих вещах. Всем добра и мира. Так, что у нас на носу у всех? У кого что, у нас Новый год. Поэтому идем мимо сосновой такой полянки и собираем шишки. Ибо в русской школе куча поделок сдавать в русскую школу. И не только в русскую. Французскую тоже требуют периодически. Поэтому шишечки сосновые. Отличный природный материал. Вот красивый, Денис, бери. Так, красивенький, вот, бери. Ага, собираем. Собираем. Хыхки. На подделке. Так, мы сегодня, наверное, забудем сейчас Даньку забрать. Все, отличная шишка, давай. Намечательно. Все, пошли, сынок, хватит. Хватит нам всех шишек не собрать. Так, всех, вот, еще красивенько. Оп. Вот, поэтому сосредоточимся на... На... Пошли, пошли, пошли. Нам еще столько же. Потому что идем мы из 16 округа на стадион в Пюту. Вот. Ну и что? Подождет. Все, давай, пока-пока. Так, по Булонскому лесу протекает речушка Ланшан. И она очень живописная. Здесь есть и водопады, и ее берега вот так вот замуровали камнями. Здорово. Такая речушка, как бы ее перепрыгнуть можно на метр в ширину. На берегу вот растет секвойя гигантская. Огромная, огромная. До неба. Ствол у нее такой толстый. Так, а наш путь пролегает на северо-восток. Вот. Потому что... А, куда? На остров Пюту. Там у нас находится стадион нашего футболера. Вот. К сожалению, несколько раз в неделю мы туда следуем. Хоть и далеко. Это уже даже не Париж. Вот. Ну, через Булонский лес. Вот так вот, в принципе, за полчаса можно добраться с пешочком. Вот. А на транспорте мы добираемся в объезд обычно. Это аж целый час с двумя пересадками. Ну, то есть, как бы с одной пересадкой. Сначала на одном автобусе, потом... Вот. Потом или идем пешком в вторую часть, или нужно пересаживаться на другой автобус. Вот. Здесь чудесная полянка. Мы обычно ходим сюда играть в футбол. Вот. Сегодня воскресенье здесь пусто. Газон отдыхает. Вот. И в Булонском лесу очень много разных парков, разных таких полянок чудесных. Есть водопады. Чего тут только нету. Вот. И ту речку Лоншам мы еще будем пересекать. Она петляет тут по всему Булон... 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 Очень много здесь таких корабликов, лодочек, на которых живут. Мы как-то добирались пешком сюда, вдоль вот этих корабликов. Там вдоль дороги прям свет зажигается, когда проходишь мимо. То есть, люди прям вот... Дорогие друзья, я все-таки вернулась за теми блюдечками. Но купила из трех только два, потому что одно было разбитое. Вот. Одно было разбитое, я его не стала брать. Но два в отличнейшем состоянии. Еще купила японскую тарелочку с лишними. Вчера очень много восторгов собрал комод синенький. И вот я сейчас... Дядечка в той позе и так и сидит. Так. Неужели его купили? Нет, вон он стоит хорошенький такой. Вот он красавчик. Но он малюсенький, он совсем маленький. Вот этот серый побольше. Очень тоже красивый. А вот мой вчерашний год он, красавец, стоит. Очень хорошенький. Мебель. Такая добротная, качественная. Ну что, еще немножко полюбуемся. Ой, так его отодвинули. Вот этот мне тоже нравится. Выглядит очень солидно. К нему есть еще тумбочка. Ну что, я, к сожалению, сегодня не могу много гулять. Вот. Поэтому придется возвращаться. Но кое-что я еще присмотрела. Сейчас, может быть, даже прикуплю. Вот здесь сидит девушка, очень странного вида. У него тут бардак, бардак. И вот написано. Одна вещь за 10 евро, а две вещи за 15. Сейчас спрошу. Я... Вот такой вот графинчик я выкупила. Я купила два за 15. Один стоил 10. Он такой грязный. Там внутри какая-то то ли плесень, то ли грязь, то ли не пойми что. Вот я его почищу, пополирую. И думаю, что он будет приметь другой вид. Но, в общем-то, мне кажется, он должен быть неплохим. Я проверила, трещин никаких нет. Интересно, какого он возраста, откуда. Надо почитать, посмотреть похожие. Вот. И сейчас покажу второй графинчик. Иди, Денис. Вот второй графин. Я надеюсь, я его не раскокаю, пока надену на него пробку. Он красивый с гравировкой. Вот. То есть два графина я урвала за 15 евро. Дяденька был какой-то... То ли принял чего-то, то ли сонный. Вот. У него там все как в какой-то грязюке. Но я посмотрела, не разбитый, все отлично. Очень красивая гравировка. Так. И что еще я купила? Так, Денис, подержи. Только не урони и не стукни, пожалуйста. Вот. По одному евро я купила салонку-перечницу. Так, елки-палки. Не пороняешь, называется. Не покажешь. Вот перешница. Смешное слово. В идеальном состоянии. А вот это вот немножко с патины, но почищу. Ладно. Показались мне симпатичными. Здесь покрытие немножко сошло на соли. Солю... Солонкой пользовались явно. Ну ладно, почистим. Так. И еще, что я сегодня приобрела. Уже покажу. Доставать так доставать сокровищницу. Так, я надеюсь, не кокну. А, ну тарелочки. Вот. Те, которые я вчера присмотрела, из трех блюдечек. Вчера их, по-моему, было больше. Ну ладно. Из трех блюдечек, что были, осталось два. То есть одно было с треснутым краешком. Я его не стала брать. Вот. Оставила там по евро. То есть вот эти две тарелочки. За них два евро заплатила. Очень красивые вот каемочки. Два блюдечка. И вот такая вот японская тоже она целенькая. Ни царапин, ничего нет. Почему японская? Потому что я уже немножечко разбираюсь в иероглифах. Так, как это? Сейчас с верх ногами, наверное, показываю. Вот. Вот. Это японский. Все какое-то грязное, чумазное. Ну ладно. Японские иероглифы. Миленькая такая тарелочка. Глубокая. Можно сюда что угодно класть с вишенками. Вот. Так что сегодня опять я не с пустыми руками. И еще завтра бракан будет. Может быть, еще завтра пойду. А ты такой счастливый сидишь с этим графином. Обнял его как родной. Я не могу. Сейчас пойдем. Ладно. Купишь себе что-нибудь. Все. Всем прекрасного дня. Пока-пока. Вот уже последний день. Но еще пока не собирается. Уже почти вечер. Народ еще не собирается. Вот обнаружила красивый очень сервис. Такой тоненький. Костяной. Так. Смотрим, что здесь еще хорошего. Вот вазочка. Ой, вот такую салоночку я купила. Точно-точно. Вот такую же. Вот. Я купила за 1 евро. Но здесь даже не буду спрашивать, сколько стоит. Так. Вот вышивка в рамочке. Ну, не могу сказать, что симпатичная, потому что непонятно, что за сюжет. Женщина какая-то читает перед окном. Так. Что здесь? Здесь какие-то брошки. Вот это, кстати, очень даже. Очень даже. А, ну это пряжка. Или подвеска. 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 Так. Что еще здесь? Вот шкатулочка. Шкатулочка. Посмотрим, откуда. Не знаю, такое клеймо. Так. Пока народа тут немного. Вот вазочка. Тут она ножки симпатичная. Так, ладно. Пойду я дальше, потому что... А, здесь бижутерия. Так, сейчас люди отойдут. Что здесь у нас? Сережки. Интересно, вот это вот... Ой. Микро какая-то мозаика или что-то такое, даже не знаю. Вот это нечто. Ну-ка. В форме музыкального инструмента. Симпатичный. Ой, сколько баночек пустых. Ведь народ пользуется и не выбрасывает. Так, ладно. Вот еще красивый сервиз. Очень красивый. Так, здесь баночки-скляночки. Вау, какой флакон. Какой флакончик. Так, по 10 евро все здесь. Я так поняла. И вот он даже... Вот такой графинчик похож. Но только без гравировки. Тоже 10. Симпатичный. Вот я часто вижу... Распродают вот эти вот бокалы с гравировкой. Написано, сток завод Крусталя. Шесть бокалов стоят 55 евро. Очень красивые. Особенно вот эти с гравировкой. Вот у меня теперь такой... Такой... Как это стопка? Ножи и ложки. Прелесть. Так, есть еще другие формы, но тут без гравировки, а просто... А просто другая форма. Ну и вот тоже. Лепота. Ну хотя мне... Вот мне лично цветное стекло не очень нравится. Ну разве что синее. Синее нравится. И очень нравится все-таки с гравировкой. Так. Так. Это первая... Первый графинчик 90 стоит. Богемия. Да, и третий тоже Богемия. Второй тут непонятно. Просто бутылки. Бутылки из переработанного стекла 40 евро. Так. Окей, иду дальше, подключусь еще попозже. Вот встретила похожие графинчики по 60 евро. С такими же крышечками. Спросила у продавца, не подписаны? Говорит, нет, не подписаны. Вот. И вот такие вот фужерчики для шампанского. Очень красивые. Набор 6 стоит 60 по 10 евро. Прелесть. Ну что, вот этот последний магазинчик, где я затарилась конкретно. И здесь прямо очередь не протолкнуться. Так. Здесь всякая сячина. Боже, и такой запах. Старины. Как бы это поприличнее сказать. Пахнет прям старыми книгами. Немножко плесенью. Так. Старые книжки французские. Джордж Санд. Элли Фонтен. Так. Карты старенькие. Всякая. Всякая сячина. Так. Здесь по 10, эти по 5. Детские есть. Так. Так. Что, дорогие друзья, я завершаю репортаж с места Бруканта. Он собирается, уезжает. Вот. И я докупила еще последнее блюдечко лиможское. Третье. То есть, у меня вчера я купила два, а сегодня еще обнаружила в кучке еще одно неразбитое и вот докупила его за евро. Какая вот эта ваза, мне очень она нравится, синего кобальта, кобальтового стекла. И вот это рядом, красивая лампа, прелесть, очень даже. Всегда неравнодушно прохожу мимо этого дома. Мы вот должны были жить на третьем русском, вот на втором, получается, этаже в этом доме. Здесь вот из этого окошечка вид на башню прекрасный. Но мы решили, чтобы тут не будем жить, потому что так нас все устраивало. Но вот эта улица, это сегодня она не сильно оживлена, а вообще по ней автобусы ездят. И что самое ужасное, мотоциклы. Этот такой грохот стоит, улицы пасти. Так, ну что, мне нужно зайти за молоком в Монопри. И, в общем-то, на сегодня у меня план выполнен. И пошопилась опять удачно третий день, купила третью лиморскую тарелочку, блюдечко. Вот, сегодня все уезжают, сворачиваются уже. И еще какую-то непонятную грушу, написано Made in India. Но это, по-моему, тоже солонка. Но за евро подумала, что она мне нужна. Она такая миленькая. Вот она. Металлическая. Второго я не нашла такой. Ой, народу сегодня много. Вот она одна, но такая симпатичная. Вот. Раскручивается, и тут ассоль засыпается. Вот. Так что все. На сегодня все покупки сделаны. Всем желаю замечательного вечера, воскресенья и чудесной следующей рабочей недели. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok